Севастопольская таможня и пограничное управление ФСБ России по Республике Крым провели совместное учение. Об их итогах говорим сегодня в программе «В контексте». У нас в гостях начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Севастопольской таможни Юрий Волощенко. Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Как я уже сказала, учения прошли, было это 16 ноября. Расскажите, каков был план мероприятий? План мероприятий был направлен на отработку проведения совместных форм пограничного и таможенного контроля, направленных на обеспечение законодательства РФ о пограничном и таможенном деле, а также норм права Евразийского экономического союза. Можно отметить, что от такого взаимодействия зависит очень многое. Такое взаимодействие направлено в первую очередь на слаженность работы пограничных и таможенных нарядов, на скорость совершения таможенных операций, на создание максимально благоприятных условий для перемещения лиц, товаров, транспортных средств через таможенную границу Евразийского таможенного союза. Ну а приведите пример, скажем, каких-либо действий, проводимых в ходе учений? В ходе учений была отработана схема оформления убытия судна заграничного плавания, транспортного средства международной перевозки. Профессор Воденицкий, который у нас ходит периодически в территориальные воды Российской Федерации, выполняя свои научные задачи. В данном случае была применена система управления рисков, по легенде учений, в соответствии с которой было необходимо провести осмотр судна, досмотр отдельных его помещений и также провести контроль багажа пассажиров, которые следовали на указанном судне. С этой целью в наряд были включены должностные лица обоих постов, которые расположены в регионе деятельности Севастопольской таможни и Керманского таможенного поста и таможенного поста Бухта Камышовой. Также с целью усиления правоохранительной направляющей работу инспекторов сопровождали инспектора-кинологи нашего правоохранительного подразделения. При подъеме на судно наряд провел осмотр его помещений, при необходимости производилось вскрытие необходимых вскрытия помещений, трюмов технологических емкостей, в которых могли перемещаться запрещенные перемещению через таможенную границу предметы. После оформления, после проведения осмотра и досмотра составляются соответствующие документы, которые оставляются как в делах таможенных органов, пограничных, так же и в делах судна и позволяют провести контроль на приход судна с учетом информации, полученной ранее. После оформления судна пассажиры прошли соответствующие виды контроля пограничной и таможенной в досмотровом зале Севастопольского морского торгового порта и с применением технических средств таможенного контроля. В частности используется такой прибор, как такое устройство, как рентгенотелевизионная установка, которая позволяет выявить предметы, перемещаемые с сокрытием. При наличии достаточного опыта инспектор, который работает на этой установке, может рассмотреть в личных вещах гражданина товары, которые можно отнести или к оружию, или к наркотическим, психотропным средствам. Также и иные запрещенные товары к перемещению. В данном случае было просто учение, в принципе никаких не было выявлено нарушений. Но опять же повторяю, что подобное учение направлено на согласованность действий пограничных таможенных нарядов при реальной обстановке. Каковы итоги проделанной работы, как ее оцениваете? Оцениваем ее положительно. Те моменты, которые требуют доработки, они были рассмотрены по итогам учений. Соответствующие выводы сделаны. В целом работа была проведена хорошо, достаточно. И в случае реального применения таких действий, применения форм таможенного и пограничного контроля, я думаю, при наличии нарушений они были бы выявлены. Вы уже упомянули о кадровом составе, который был задействован. Сколько всего человек приняло участие? Расскажите об этом подробнее. Всего приняло от севастопольской таможни четыре должностных лица. Я уже повторюсь, что это работники таможенных постов, должностные лица инспекторского состава. И два инспектора-кинолога со служебными собаками. Служебные собаки выполняют свою роль достаточно важную, хорошо. У нас большой опыт по применению кинологической службы. Поэтому в дальнейшем также будем широко использовать их возможности. А насколько часто севастопольская таможня взаимодействует с пограничным управлением ФСБ по Крыму в обычной жизни? Ну, наверное, очень сложно представить более две связанные государственные службы, чем пограничные и таможенные. Практически мы решаем задачи на одном участке, хотя они достаточно сильно отличаются. Если главная задача пограничных органов все-таки защита государственной границы от противоправных, по достигательству незаконного перемещения через нее лиц у таможенных органов, это все-таки таможенный контроль и создание благоприятных условий для перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза. В этой связи можно отметить, что очень тесная взаимосвязь у нас с пограничным управлением ФСБ по Республике Крым, с КПП «Севастополь», с которым мы непосредственно взаимодействуем в порту «Севастополь». Взаимодействуем на высоком уровне, вместе отрабатываем задачи как оперативного, так и планового характера. На будущее тоже запланированы достаточно многие мероприятия, которые позволят вывести это взаимодействие на еще более высокий уровень. Ну вот к этой теме еще вернемся. А с какими еще государственными структурами взаимодействует таможня? Севастопольская таможня активно взаимодействует практически со всеми государственными органами, которые находятся у нас в регионе. По направлению фискальной деятельности это, конечно, государственная налоговая служба со всеми правоохранительными органами, с Федеральной службой безопасности, с органами Министерства внутренних дел, ГИБДД. Благодаря этому взаимодействию и быстрому обмену информацией получается достаточно четко реагировать на все возможные риски и угрозы, которые возникают у нас в регионе и принимать меры к их ликвидации. И о ближайших мероприятиях. Когда запланированы ближайшие учения? Ближайшие учения у нас в соответствии с планом работы запланированы в декабре и уже январе следующего года. Также будут проводиться они на транспортных средствах, которые перемещаются через таможенную границу. Возможно только иное место проведения учений, что позволит отработать с привязкой к местности, к конкретному участку пункта пропуска, те действия, которые необходимо совершить при осуществлении контрольных операций. Так, эта работа налажена на постоянной основе, соответствующие планы взаимодействия утверждены. Ну и в дальнейшем, если есть необходимость, они корректируются, чтобы сделать взаимодействие еще более эффективным. А вот от чего зависит составление такого плана? То есть почему проходят учения, допустим, вот такого-то числа, а не, скажем, другого? Ну, при проведении учений учитывается обстановка в регионе, которая сейчас достаточно сложная в странах, которые прилегают к Черноморскому бассейну, все знаем о событиях и в Турции, и в Сирии. Вот, поэтому угрозы для нашего региона определенные есть. Вот, и необходимо постоянно поддерживать, если так можно сказать, себя в форме, поэтому учения в последнее время проходят достаточно часто и интенсивно. Ну, главное, чтобы экстренных ситуаций таких уж не было, и эти знания были бы, но на практике, может быть, и не применялись. Что ж, Юрий Алексеевич, спасибо, что к нам пришли в студию, я вам желаю успехов в работе. Спасибо большое. Напомню, о совместных учениях пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и Севастопольской таможне говорили с начальником отдела таможенных процедур и таможенного контроля Юрием Волощенко. А эфир ЭКС продолжается. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин